Всем привет, дорогие друзья, с вами Северс, и сегодня мы посмотрим на Driftland The Magic Revival. Поехали! Их замки выросли высокими и величественными, но в конце похоронили их под своими обломками. Война правящих волшебников, осветленных растущим могуществом, бушевала столетиями, но их безрассудство имело свою цену. Ворождущие расы, вынужденные заключить перемирие, наложили мощное заклятие, чтобы сберечь равновесие, исчезав в истерзанном в войну и мире. Для этого им пришлось исчерпать весь оставшийся запас магии. Решенные могущества и дома, за долгие века скитания, беглецы из погибшего мира сбились с примитивными племенами. Примитивные племенами. Теперь пришел время перемен. Стали рождаться новые маги, изобреживая надежда. Вы не в одиночестве. И вместе с магией в мир возвращается старая вражда. Отныне судьба Дрифтландии в ваших руках. Вот такая красивая заставка нас с вами встретила при начале игре Дрифтланд в The Match Revival Возвращение Магии. Мы с вами посмотрим, что из себя представляет игра. Буквально пробежимся по основным моментам. Игра в настоящий момент находится в раннем доступе. То есть это не официальный релиз и далеко не последняя версия. Версия игры сейчас 0.758. Это уже там НЦТ по счету изменения. Здесь у нас как бы компания коллективная игра недоступна. Но, как обещали разработчики компании, вроде как ожидаем в следующем изменении, в следующем дополнении, которое выйдет в следующем патче. Коллективная игра тоже вроде как скоро должна быть. По остальному, параметры создателей, загрузка тут все стандартно. Кстати, по углу параметров, то, что, например, понравилось лично мне, это мы играем на островах. И можно настроить анимацию островов в части движения. То есть остров может у вас как просто стоять, так и вот так, туда-сюда. Кстати, вот как вот эта картинка. В одну сторону, в другую сторону. А с учетом того, что можно еще настроить скорость самой игры и вот эти острова начнут вот так, вот так, вот так, туда-сюда, туда-сюда. Ну, можно глаз, на самом деле. Глаз выпадет точно от таких качаний, если плохо не станет. Нам в настоящий момент доступна только схватка. Это двеночная кампания. У нас здесь есть 4 расы. В данном случае это дикие эльфы, люди, гномы и темные эльфы. По классике люди самая сбалансированная раса. Читать особенности не буду, потому что смысла в этом нет. Все еще может поменяться. Есть 2 расы эльфов. Дикие и темные. У каждого свои плюсы и минусы. И есть еще гномы. Может быть что-то еще добавят, может быть не добавят. Не знаю, посмотрим. Наверное, только ленивый не сравнил эту игру с Маджести или Маджести, как там она называется, которая выходила в 2000 году. Да, это то же самое, но плюс еще сюда добавляем героев третьих, тоже всеми полюбившихся. Почему? Потому что, ну вот выбрали мы, например, героев. Есть свои особенности, есть размер карты, сложность, там, цвет империи. Выбираем, кем мы будем играть. Пока это только картинки, но я думаю, что добавят у каждого еще и свои способности. Если мы зайдем в продвинутую, ничего не напоминает менюшка. Та же настройка сложности, настройка карт, пустыни, там, варваров, плюсы и минусы. И меню, кто за кого играет, название, там, раса. Разве что не хватает в коалиции, кто будет играть. Но я думаю, когда будет мультиплеер, это все тоже еще поменяется действовать. Базовые параметры. Нажимаем старт и поехали. Вроде бы грузилась до этого раньше. Я, прежде чем записывать это видео, в нее проиграл, наверное, часов в шесть. Она мне очень понравилась. Так, сразу поставим на паузу. Вот такое меню нас ожидает. У нас здесь управление мышкой клавиатурой. Клавиатурой мы ездим по карте. Мышкой, соответственно, нажимая на все возможные кнопки. У нас, получается, влево вверху информация по людям. Кто у нас есть, кого нет. Классика. Количество людей, домов. Основное у нас это пища, чем мы кормим людей. Обязательно надо смотреть, чтобы не голодали. Никаких проблем потом с населением не было. И золото. То, что мы, соответственно, тот ресурс, который нам крайне необходим, и которого у нас всегда будет крайне мало, если он вообще у нас будет. Дальше. Несколько базовых ресурсов, которые у нас накапливаются сами по себе. То есть, там ту же древесину или тот же камень можно на поверхности земли получить. Все остальное надо геолого-разведкой строить дополнительные шахты. Ну, в общем, тут целое дело. Выглядит наш мир вот таким вот образом. Это дрейфующие острова. Вот на таком фоне, что внутри все взорвало. Земля взорвалась. Вот такие клочки земли. Можем, кстати, приблизить. Вот такая красота у нас. Вот такие острова. Вот такая анимация. Это тактическая карта. То есть, карта самого острова. А есть еще, если отдалить совсем, автоматический переход в стратегическую карту. Вот так она выглядит. То есть, все острова, которые нам видны, здесь где-то соперники, туман войны. Ну, в общем, герои только в виде островов. Ну, ладно. Это тоже очень хорошо. Далее у нас есть настройки по времени. Быстрее, меньше. Все параметры идут в рамках одного дня. То бишь, если написано, что там у вас прирост, например, 10 единиц в течение дня, день это примерно 25 секунд. При этом зачисление ресурсов идет не в конце дня, а идет сразу, постепенно. Ну, то есть, просто по истечении дня у вас полностью там 10 ресурсов. Далее идет информация по репутации, тоже надо учитывать. Прогресс. Дипломатические. Ну, буквально простое меню, с кем воюем, с кем не воюем, там, хотим заключить, не хотим заключить, подарить и так далее. Базово все. Условия победы. Истребление, доминирование, эспансия. Ну, то есть, по территориям либо всех уничтожить, либо там захватить определенные артефакты. Кто в каком, сколько захватил, у кого какое процентное соотношение. Есть пути прогресса, экономический путь военный и магический путь. За определенные очки вот этого прогресса можно улучшать текущее экономическое, там, военное и магическое ваше положение. То есть, там, например, здания будут стоить на одну единицу меньше в качестве содержания. Или, там, заклинания будут стоить на 20, 35 и 50 процентов маны меньше. Ну, тут по каждому. Это еще, скорее всего, не финальная версия. Возможно, разработчики что-то еще добавят. Ну, и основное меню. Внизу у нас базовые постройки. Дома. Получается лесопилка. Парьер, то есть, добыча камня. Вот он, то, что я говорил. Мельница. То есть, для того, чтобы там молоть пшеницу. Соответственно, добывать пищу. И рынок для торга. Ну, то есть, всего 6 строений у нас. Есть промышленное производство. То есть, здесь все включая добычу золота, добычу, там, стали, добычу руды и так далее. Тоже у нас получается 9 строений. Из военных строений у нас все весьма не густо. Да, у нас есть интон-защитная смотровая башенка. И 3 вида воинов. Соответственно, 3 вида строений. Рыцари, там, например, лучники и маги. И улучшения к ним. Как в Мэджести. Если помните, когда, например, воин убивал какого-нибудь монстра, он получал золото. На это золото он мог себе купить амундирование в кузнице, в которой вы ему это выдавали. Та же самая механика, все то же самое осталось. Мэджести только перерисованная. Ну, об этом, наверное, только ленивый не сказал. Далее. Вот все вот эти острова, они находятся достаточно далеко друг от друга. И просто так с острова на остров перепрыгнуть не получится. Есть два способа, как можно перейти с острова на остров. Это либо построить мост, если остров находится близко. Давайте включим и посмотрим, как у нас все строится. Вот в таком виде у нас с вами строятся все строения. Здесь на каждом острове есть свои фишки. Есть там, например, золото. Можно на острове найти артефакты, можно на острове найти. Но это надо исследовать, заниматься геологией. Это все уже по ходу ситуации. Сейчас об этом рассказывать бессмысленно, потому что все это может поменяться. Выглядеть, скорее всего, это будет именно вот так. Помимо того, что у нас есть прямое управление нашим городом, то есть постройка домов, мостов и так далее, у нас есть еще не прямое управление. Это, соответственно, войны, которым также мы говорим, сходи сюда. Вот тебе тут 10 золотых, если туда придешь, и кто заинтересуется, туда пойдет. Ну, такое негласное управление. Единственное, в чем мы еще можем управлять сами вручную, это если мы с вами, ну вот, например, построим быстренько ферму. Вот у нас такое красивое строительство. Строится, 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 строится. В общем, пока строится. У нас тут параллельно идет обучение. Разработчики предусмотрели, что сразу же автоматически идет хоть какое-то обучение. На схватке, я думаю, может быть, потом выведут это либо в отдельный мультиплеер, либо вообще уберут там в отдельную миссию, либо сделают там еще каким-нибудь образом. На, например, острова, которые у нас в зоне досягаемости, на которую мы не видим, мы можем поставить вот такие глазики. Ничего не напоминает из героев третьих. Вот такой глаз, который видит зону. Это у нас магия. Мы можем на этот остров прилететь со своего острова. Он далеко, но мы можем на него прилететь, используя там просто портал. Порталы не вечны, за исключением, если у вас нет определенных обивок, которые позволяют этот портал нам достаточно жить долго. То есть у него, назовем так, жизни уменьшаются, и у глазика жизни уменьшаются. Он потихоньку-потихоньку будет убывать. Как только убудет, у глазик просто исчезнет. Магия здесь не вечна. Ну, по крайней мере, не вся. Есть боевая магия. Здесь у нас огненный шар, ледяные оковы, удар молнии и так далее. Есть защитная магия типа исцеления. Есть магия, вот это магическое луко, которое было врата тира, замедление тут, ускорение и так далее. И поскольку мы играем с островами, естественно, должна быть магия на работу с островами. Например, одна из таких магий, это придвинуть остров к себе. Вот так это будет выглядеть. И остров поехал. Вся магия открывается последовательно. То есть, нельзя вот просто так открыть. Видите, замок третьего уровня требования. Кстати, игрушка в настоящий момент локализована на русский язык. Это вот было в последних обновлениях проведено. Переведено, конечно, не все. Есть там какие-то отдельные моменты, которые не переведены. Но в основном все меню, все подсказки, все интерфейсы переведены достаточно хорошо. Претензий не было. Еще раз возвращаемся к островам. У нас есть возможность перетащить остров, так называемыми, тайными частями, течениями. Есть возможность преобразовать остров. Потому что, например, мы люди, мы любим, чтобы у нас была травка зеленая. Мы как бы к пустыне не очень. И здесь будет некий коэффициент штрафа на то, что здесь будет производиться за счет того, что, ну, остров так себе. Нам не подходит. Можно его там изменить под свои вот именно био, как они тут красиво звучат. Заколдованная плантация на выбранном месте. Типичная. Вот. Вырастить его. Не туда нажал. Понимаю, что не туда нажал. Сделайте условия жизни на острове более благоприятными для вашей расы. Вот. Чем благоприятнее жизнь, тем, соответственно, лучше для нас. Третье. Колдовство. Это заколдованная плантация. То есть, мы при возможности можем сами создать произвольно некий островок. Он просто создастся сам, своих размеров. Произвольно в нем будет произвольное количество ресурсов и так далее. Ну, вот можно будет создать. Это будет особенно актуально, когда вот вы все острова вот так в кучу соберете. Здесь какой-нибудь соперник в кучу соберет. И вот чтобы туда-сюда летать, помимо порталов, ну, будет, ну, не камильфо, если честно. А еще самое, наверное, разрушительное заклятие, которое у нас есть, это вообще уничтожить остров. Оно кастуется достаточно долго для этого. Там нужно выполнить определенные условия. Нужно, чтобы прилетел маг и так далее и тому подобное. Можно просто взять и уничтожить полностью остров, со всем содержимым на нем. С врагами хорошо, кстати, разбираться по этому поводу. Ну, вот, собственно, вся наша магия. У нас есть такое волшебное око, магическое око, которое нас учит, а потом дает некие подсказки. В случае, если у нас, например, появляются какие-то события, они у нас вот здесь сбоку так, дык-дык-дык-дык-дык-дык отображаются в виде такого списка. Можно сразу там, нажав на события, перейти к тому, где оно случилось. То есть, если на вас нападает, вы можете нажать, и вас там перенесет вот сюда, где происходит нападение. Все бы хорошо. Карты жалко нету. Вот не мешало бы маленькой карту еще и маленькую карту иметь, в которой бы это все можно было посмотреть. но это вот так выглядит игра из того что понравилось мне это в параметрах вот этот ползунок обратите внимание что интерфейс меняется он становится больше и меньше то есть вы можете подогнать под свои нужды как вам удобнее играть это далеко есть не во всех играх можно там сделать меньше больше в зависимости от экрана то меня сейчас экран получается 1440 и мне комфортно можно сделать и побольше смотреть вот на такой остров наверное ну не совсем презентабельно и показывать игру как она выглядит вот буквально пошагово это нужно смотреть самому пробовать ну либо посмотреть такие более детальные обзоры но в крайнем случае самому действительно сыграть я может быть все-таки доберусь и запишу какой-нибудь один из одной сражений которая прошел мы сделаем по-другому мы 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 а неправильно пошел надо было через сохранение да день 13 мы загрузим специально сохранил одну из одной сражений которые у меня было я тут уже конечно всех выиграл но оставил чисто посмотреть как выглядят как будет выглядеть ваша карта там через например 40 минут час вот такое королевство вот тут с теми повоевал с другими повоевал тут что-то захватывал мосты понастраивал выглядит это все будет вот таким образом не пугайтесь что половина островов пустых здесь когда ресурс заканчивается например шахту поставили где-то ресурс заканчивается шахта сама по себе начнет потихоньку в жизни у него бывать и бывать и вот она сама разрушится тем самым освобождая место на острове для других стран для другого строительства потому что место на острове ограничено еще есть ограничение по количеству домов на каждом острове который можно построить вот это меню это те рудники эти карьеры которые у меня построены здесь я могу вручную настраивать то количество людей которые мне будет на них работать почему потому что в зависимости того сколько людей где работает сколько людей находится в настоящий момент просто в замке зависит того сколько вы будете получать золото от золотых шахт соответственно будете получать золото но если вы например у вас все будут работать и никто не будет сидеть в замке то соответственно золото будет убывать мне немножко конечно логика странно но видимо для баланса так было сделано необходимо вот так вот выиграть острова кстати вот это сейчас происходит уничтожение острова она происходит не быстро нужно большое количество магов либо один маг будет очень долго заниматься этим островом ну в общем он его уничтожит если мы захотим создать у меня по моему здесь сейчас так у меня же магия есть да у меня магия есть давайте куда-нибудь в ту зону в которую мы можем создать вот пожалуйста произвольно создается из небытия ну тоже не быстро тоже нужен маг вот эти символы означают что здесь нужен маг вот пожалуйста создался остров что на этом острове кстати по поводу что на этом острове я сейчас навел стрелочкой на остров верху отобразилась дополнительная панель на ней написано 02 это два дома можно построить именно дома не производства а именно два количество домов 825 дерево то есть вот они деревца находятся здесь у нас также есть камень 752 и вот вопросик и такой символ суда входит там золото алмазы вот 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 эта вся красота который вот здесь находится ну плюс еще золото и мана неизвестно сколько чего и где для того чтобы узнать нужно сначала произвести геологоразведку специальный исследователь сходит покопает пороет вот здесь будет написано какие есть каких нет и в каких количествах мне не попадался ни разу остров чтобы было много всего ну или хотя бы много двух обычно каждый остров так или иначе специализируется на чем-то одном то есть либо это золото либо это мана либо там алмазы но может быть там 50 на 50 за редким исключением парочку ресурсов мы увидим а так нет вот вот так выглядит игра вот так выглядит ваши будет выглядеть ваша империя скорее всего и вот так красиво нам будет выглядеть но тут есть один нюанс во-первых это релиз 0758 что будет там следующем релизе ну в предверсии поскольку версия находится в раннем доступе я сказать честно не могу посмотрим увидим если будет что-то интересное обязательно сделаю видео и поскольку это все-таки не релиз есть к сожалению ну точнее этого не избежать это должно было быть в любом случае потому что игра еще немного сырая вот такое что это означает прошло десять минут от игры и у нас сразу произошел все просто это не надо пугаться я больше чем уверен что это поправит по крайней мере на официальном форуме вот эта ошибка точно есть зашел специально посмотрел увидел да там же есть рекомендации разработчики об этом знают и думаю поправит больше ничего критичного не нашел можно на самом деле устанавливать и играть вот такая замечательная игрушка надеюсь вам мой коротенький обзор понравился подписывайтесь на канал ставьте лайк спасибо за просмотр и и всего хорошего